ПЕСНЯ Наверняка все помнят период с 2007 по 2008 год, когда получить жилищный кредит было очень просто. Теперь же выяснилось, что обманным путем мошенники брали в банках все новые жилищные кредиты, ими погашали старые долги, а оставшимися деньгами распоряжались по своему усмотрению. Банкам же они демонстрировали абсолютно чужие здания, сообщая, что это их собственность, гарантирующая кредит. Словом, сегодня было обнародовано, что ущерб банков от действий злоумышленников составил десятки миллионов крон. Впрочем, если эта история корнями уходит в минувшие дни, то на днях Департамент защиты прав потребителей сообщил, что в Эстонии опять распространяются призывы присоединиться к финансовой пирамиде Сергея Мавроди. И уже есть те, кто на удочку Мавроди клюнул. Однако ведомство настоятельно рекомендует потребителям не делать этого. Финансовые пирамиды основаны на следующем принципе. В интересах каждого человека, вложившего свои деньги в пирамиду, привлечь новых вкладчиков, поскольку за счет них обеспечиваются выплаты тем, кто присоединился к пирамиде раньше. Что касается новой финансовой пирамиды Сергея Мавроди, то она организована таким образом, что позволяет участвовать и жителям Эстонии. Однако Департамент защиты прав потребителей настоятельно рекомендует хорошенько подумать, прежде чем вкладывать туда свои деньги. Ведь их можно попросту потерять. Напомним, что похожие призывы в первый раз появились в конце прошлого года, когда в Таллине можно было видеть рекламные плакаты, призывающие присоединиться к финансовой пирамиде МММ с целью обогащения. Однако Эстонский департамент защиты прав потребителей запретил эту рекламу, поскольку для осуществления работы финансовой пирамиды используется нечестный и запрещенный способ торговли, негативно сказывающийся на интересах потребителей. Но удивительно, что способов запретить деятельность МММ в Эстонии нет. Вообще выяснилось, несмотря на то, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана доверчивых людей, наказать их зачастую весьма непросто. В качестве примера можно привести появившихся на улицах Таллина цыган, которые то раздают вроде бы бесплатные цветы, а потом просят за них деньги, то прикидываются нищими и занимаются попрошайничеством. Кстати говоря, розы, которые вам навязывают мошенники, удивительным образом вянут через пару часов, в чем, к сожалению, смогли убедиться и некоторые сотрудники нашей редакции, фамилии которых мы не называем. Бороться с мошенниками очень трудно, поскольку подобные действия нельзя считать мошенничеством. Более того, фальшивые цветоводы утверждают, что деньги заберут не себе, а отдадут бедным. А как запретить благотворительную деятельность? Значит, что такое мошенничество? Мошенничество у нас пенитенциарным законом регулируется. Статья 209. И в том случае, если человек стал жертвой мошенничества, это уже выявляет суд. Вот. Сказать, что, допустим, цыгане мошенники, они или нет в общем, это сказать невозможно. И в конечном итоге все равно каждый человек решает сам, будет он жертвой мошенничества или нет. Правильно? То есть, что значит мошенники раздают цветочки цыгане? Это не значит, что сразу мошенничество. Правильно? То есть, и потом, статья у нас регулирует это таким образом, что мошенничество начинается у нас с определенной суммы. Это 64 евро. Если человеку причинен ущерб 64 евро и больше, тогда у нас может быть речь о мошенничестве. До этого у нас может заниматься этим полиция, но это будет как административное производство. Комиссар полиции добавила также, что труднее всего бороться с мошенниками в интернете. Поэтому полиция еще раз настоятельно рекомендует при совершении сделок или передаче денег, причем не только по интернету, прежде убедиться, с кем вы имеете дело. Для этого есть масса вариантов. Позвонить в полицию и выяснить, не является ли этот человек мошенником, или просто поискать информацию о нем в интернете на различных форумах. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.